В перечне учебных заведений республики особняком стоит Чебоксарское духовное училище. Поступают туда по велению сердца и души, но учатся как обычные студенты. Ведь будущие священнослужители должны соответствовать миссии, которую на них возлагает церковь. Мы уже назначили примерно даже время. Когда будет у нас? После 20-го. Значит, 20-го числа соберутся, у нас свободное время, мы пригласим учителя по пене, музыку преподает. Потом пригласим учительницу, она феологический институт кончила, она грамотная, русский язык хорошо знает, и будет сочинение писать. Вот когда они напишут сочинение, пройдут по пене, мы слух проверим, степень образования проверим, смогут ли они у нас учиться. Потому и у нас конкурс получается какой-то. Хотя абитуриентов не так уж много, чтобы какой-то конкурс сделать. Но все-таки мы стараемся выбрать более-менее таких уже подготовленных. Чебоксарскому духовному училищу через два года исполнится уже 200 лет. Но на постоянной основе оно функционирует только с 1995 года. За это время было подготовлено 16 выпусков, но на этом в училище не собираются останавливаться. Более того, в ближайшем будущем планируется преобразовать училищ в семинарию. Таким образом учащиеся смогут получить высшее образование, которое требуется для служения священникам. Священник – это центр прихода. Центр прихода. Все от него зависит. Священник очень смотрит по-другому. Потому что священник должен быть очень грамотным. Общаться и с начальством, и с людьми, и со старушками, и простыми детьми может быть. Священник – он не только служитель, а или требуя исполнителя. Он отец своей пасты. Духовный отец. Он должен, пастырь, он должен вести вот их всех. Напоя поставить, оказать, как бы открыть, показать путь, указать путь. Очень важно, чтобы духовное образование не отставало от светского. Именно поэтому для будущих и нынешних учеников созданы все современные условия. Большое внимание уделено музыке. В каждой учебной аудитории имеется фортепиано. Для того, чтобы изучать такие сложные предметы, как священнописание библейской истории, катехизис, библиотеки училища хранятся более 10 тысяч книг. Имеется компьютерный класс с выходом в интернет. Осталось только набрать учеников, которым в числе других предстоит указать путь к Богу. Сергей Адушкин, Антон Вовко, Республика.